Ветхая школа бездорожья. И это неполный список проблем в микрорайоне Анжи. Местные жители пытаются обратить внимание властных структур к своим проблемам. Поселок разрастается быстрыми темпами, а условий для комфортной жизни нет, жалуются местных жителей. Ветхая школа – это одна из основных проблем. Дети ютятся в тесных старых кабинетах, которые не вмещают в себя необходимое количество учеников. Тем временем земли, предназначенные для строительства просторной вместительной школы, по мнению жителей, отдали под частную застройку. Эта территория, вот это поле, еще в 2015 году по генплану была утверждена под соцобъекты нашего поселка. Школа, поликлиника, садик, спорткомплекс и парковая зона. Но на сегодняшний день выясняется, что 60 участков здесь распределили, продали. Ну как бы пока нету собственников, но на авито объявление есть. Теперь мы здесь оставили под школу на 400 человек место, но нам этого мало. Нашему поселку нужна как минимум школа на 1200 человек. Жители также обеспокоены и состоянием дорог, отсутствия пешеходных зон, предупреждающих знаков и общественного транспорта. Еще одна наболевшая тема – это мост. Он находится в крайне аварийном состоянии. Трещины, отсутствие ограждений. А во время сильных дождей он и вовсе затоплен. Он в ужасном состоянии, даже он в аварийном. Посмотрите, как он. Здесь дырка. Вчера женщина упала в эту дырку. Ее соседи услышали, вытащили. Здесь, когда бывает осень, зима, дожди, это невозможно пройти, не проехать. Вы представьте, дети, как ходят дети. Вон там 59-я школа. Как они по этому мосту, как они рискуя своими жизнями, они ходят по этому мосту в школу. Проблемы у жителей микрорайона Анжи на этом не заканчиваются. Они надеются, что местные власти обратят внимание на их коммунальный хаос.